Здорово ребятки, меня зовут Павел и сегодня поговорим о том, как облегчить свои скитания в Medial Dynasty. Стоит сказать, что советы не рассчитаны на тех, кто хочет всё и сразу, так как игра весьма медитативная и процесс становления из голодранцев богатенького старосту поселения не так, чтобы очень быстрый. Начну с малого. Спустя пару минут прослушивания истории своего протеже, первый квест предлагает вам поговорить вот с этим вот добряком. Обратите внимание на подобных личностей, то есть квестовых персонажей. Нередко в деревне торгуют не только местные лавочники, но и ряд более разговорчивых персон, у которых также можно перехватить полезный лут за честно нажитые гроши. Мы в самом начале гайда, но я позволю себе немножко отступить от темы и конкретизировать его направление. Дело в том, что прокачать свои навыки побыстрее у вас пока что не получится, а как их качать написано возле каждого необходимого параметра. То же самое и с технологиями. Итак, ваши первые шаги становления пока еще малоизвестным управленцем сведутся к обретению более качественных инструментов, товарообмену, сбору ресурсов и естественно посадке различных культур. Цель игры, как не сложно догадаться, о развитии поселения и управлении им. Но прежде чем вы позовете первых работяг и начнете платить пошлину за землю, нелогичнее было бы обеспечить юного Росемира ежегодные провизии и нормальными орудиями труда. В связи с этим вариантов у вас два. Покупка либо ресурсов, либо инструментов для добычи этих ресурсов. Как по мне, логичнее с комфортом рубить деревья, охотиться, выращивать, строить, в общем, качаться с нормальным инструментом в руках. Посему предлагаю вам советы по удобной для вас купле-продаже всякого разного и успешному развитию из босика, вошалевшего от собственного успеха обитателя этих дивных средневековых красот. После разговора с добрым дядькой Юни Гостом, на прах инициативы и предчувствия убивающего голода и холода, постройте первый дом. Выбор места остается за вами. Я решил заморочиться и ушел подальше, на равнины, но при этом эстетике ради ресурсы близко к своему дому не трогал. Вы можете обустроить свое первое жилище недалеко от первой деревни, или между двумя другими, потому что так впоследствии будет удобнее торговать. Так или иначе, ваше первое пристанище можно будет снести, предварительно перенеся честно нажитое в более удобное место. Вот, первое жилище готово. Можно пройти первые квесты до тех пор, пока он не предложит прожить сезон. Что, наверное, вы и сделаете. Немногим позже я бы посоветовал вам повторить мой опыт продажи некоторых поделок из камней и палок. Конечно, можно насобирать травы в огромном количестве и продавать ее за копейки. Растет ее много, весит она мало, но симулятор травника, бегающего раком по лесу, вас быстро утомит. То ли дело, каменные ножи да топоры. Нож стоит малого количества ресурсов, топор немногим больше, ну и в цене градация соответствующая. Камни в моем сейве кучами лежали вдоль самой первой тропинки, и в лесах, особенно недалеко от поселений. На первую тысячу камней и палок вам тут хватит с головой, чтобы затариться первыми семенами и тут же их высадить. Покупка первых семян – дело очень важное. На выбор в стартовой деревушке вам предлагают морковь и лук, взять надо и то, и другое. Время созревания можно прочитать у каждого в описании. Если вы сходите в эту деревню, то прикупите по 16 монет, еще и капусты со свеклой. Пока идет сезон, делайте упор на охоту, а когда лук созреет, собираем его, и видим, что необходимо удобрить грядки до следующего посева. Для этого нам нужен навоз. Купить его можно в любой деревне, где имеется сход, всего за 10 монет. Стартовое поселение для этого замечательно подходит. Самому навоз можно собирать в свинарнике, но до этого нам еще очень не скоро. Алгоритм действий получается простой. Начинаете игру, строите первый дом, пылесосите камни и палки, мастерите поделки эпохи Палеолита и с довольной физиономией продаете все в первой же деревне. На заработанное покупаете семена и навоз, высаживаете семена, пока зреет охотитесь, собираете урожай, варите из мяса и овощей шедевры кулинарного дела и продаете их с остатками урожая. Я решил сделать отдельный сейф, чтобы наглядно все показать, и вот вам мои результаты задолго до наступления первой зимы. После постройки шедевра инженерной мысли от своего протеже, я повел его пылесосить окрестности на предмет камней и палок. Округляя в меньшую, в общей сумме получилось три сотни палок и порядка шести десятков камней. Этого хватило на 30 топоров, которые я с удовольствием продал за 840 монет. На эти деньги я купил 20 единиц навоза и по 10 семян моркови, лука и столько же свеклы с капустой. На остатки затарился лепешками, которые вполне сытны и не забивают карманы юного рассемира. Пришел к своей времянке и разместил 4 грядки для будущих посевов. Дозировно рассыпал купленные семена и пошел охотиться до лета. Летом созрел первый урожай лука и капусты, по 81 единицы каждого и семян 15 и 22 единицы соответственно. Первым делом я вывалил навоз на грядку и перепахал ее. Одну из грядок вновь засеял капустой. Почесав репу, подумал, что стоит начать вершить кулинарные подвиги в этом овощном раю и за наличием 30 единиц мяса сварганил 30 плошек отменного капустного нечто. Кстати, даже при свежести мяса 50%, похлебка получается 100% свежести, поэтому не бойтесь хранить мясо. Обезумевший от предвкушения звона монет, я понес свои плошки на рынок и вручил за 30 порций капустного супа 420 звенящих. По пути на рынок я еще на пару топоров насобирал ради этих с ног сшибательных лепешек. До весны было достаточно времени и я вновь ушел на охоту. Осенью все созрело и результат в единицах был таков. Морковь 79, капуста 77, свекла 79 и по семенам 22, 31 и 28 соответственно. Вновь почесав репу, я сравнил цены на овощи в чистом виде и на пищу из них. Не сделал вывод, что капустная похлебка выгодна на продажу, а остальное я и в чистом виде продать могу. Часть я скушаю сам. Имея 70 мяса и 128 капусты, я сделал 70 супов, а остаток кинул в ящик. На продажу подготовил свежие супы, морковь, свеклу и после успешного товара обмена с местными за осенний период, я выручил 980 монет за похлебку и 395 монет за овощи. Таким образом, потратив весной 840 монет, осенью без напряга я выручил 1795 монет с учетом летних продаж. За это время я неплохо прокачал некоторые навыки и научился бросать копье, но заперечи можно и давеча продвигаться по пути успешного землевладельца, потратить заработанное лучше на нормальный инструмент, оружие, надежду или же открытие новых технологий. И кажется я озадачивал вас на первый этап игры, но смею заметить, мои советы лишь мое мнение и дело ваше прислушиваться или придать услышанное анализу и пройти своим путем. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, если нет, то пальцы вниз и пишите в комментариях, какие аспекты игры вам непонятны. И количество лайков только ускорит выход новых роликов. Ну а с вами был Павел, всем вкусного чая и добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok